Понятие крови, как она употребляется в книге Левит той же. Вот смотрите, 20 глава, говорится о всевозможных гнусных преступлениях. Ну вот, откроем 9 стих 20 главы. «Кто будет злословить отца свою и мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем». Что значит кровь его на нем? Виноват он. А виноват он. То есть, за такое преступление полагается высшая мера наказания. Не может он после такого прийти там в храм, овечку принести и все пожалуйста. Это высшая мера наказания. У нас во второзаконии написано, как оно могло выйти. Если у кого сын буйный там и так далее, то родители имели право. Не значит, что родители это делали, но когда речь идет о буйности, тут явно не просто поругались. Тут избиение, возможно, и так далее. Но обратите внимание, если родители вышли к воротам города и засвидетельствовали в суде против своего сына, что он их избивает, кровь его будет на нем. Ну, я вам скажу больше. В Талмуде обсуждается вопрос спасения вот таких вот людей. Потому что здесь не только этот случай. Он прелюбодействует с женой, с мужем и всякие другие вещи. И тут всегда будет. Это только один текст. А вы откройте, и вы увидите это постоянно, постоянно. Кровь его на нем. То есть он несет ответственность. Он несет ответственность за свой грех. Кровь его на нем. Понимаете? Смотрите. В Талмуде задают вопрос. А как человек, что дальше с этим человеком будет? Ну, отвечает так. Традиция была такая. Кого выводили на побиение камнями, ему предоставляли возможность исповедить грех. И раввины пишут так. Если он сказал, я совершил великое преступление, великий грех перед народом и перед Богом, да будет моя кровь, плата, платаю за мой грех, тогда, будучи побитый камнями, он получит участь в мире грядущем. Ну, в принципе, Павел пишет нам послание к евреям без пролития крови, что нет прощения. Но вы понимаете, какая интересная штука? Человек может свою кровь пролить за свой грех, а Иисус предлагает за наш грех свою кровь пролить. Понимаете? Вот в этом символизм. Но в любом случае, эти все проливания крови, вся эта анатомия и физиология является моделью важного юридического вопроса. «Кто несет на себе ответственность за наш грех?» Мы можем сами понести ответственность, вот как этот товарищ, или вот, например, другой товарищ, вот, смотрите, тоже кровь их на них, там всякие другие инцесты, кровь их на них. Сейчас я вам покажу еще одно выражение, вот. Если кто возьмет дочь, сестру свою, дочь отца своего и так далее, тоже случай инцеста, да, то, да, будут истреблены пред глазами народа своего «Грех свой понесет он». Вы видите? Это две взаимозаменяемые вещи. Кровь его на нем, грех его на нем. То есть, он несет на себе ответственность. Истребелется. В последний раз.